Между тем, Украина сегодня выбирает новую власть на местах и уже поступают многочисленные сообщения о нарушениях. А в Мариуполе участки и вовсе не открылись. Такая же ситуация в другом городе Донецкой области Красноармейске. Однако официально об отмене выборов пока не объявлено. Как говорят политологи, срыв голосования именно в Мариуполе может быть выгоден Киеву, который опасается победы оппозиционного блока, очень популярного в этом неспокойном регионе. Репортаж Ольги Князевой. Мариуполь. Участки встречают избирателей с закрытыми дверями. По всей Украине выборы. А сюда до сих пор не привезли бюллетени для голосования. 142-419 участок у нас открылся в области. Мы не можем работать, потому что у нас нет бюллетней. В полночь ни одна пачка бюллетеней не была готова к последнему этапу. Передачу в городские и районные избирательные комиссии. Вместо этого документы буквально рвут на части люди, назвавшие себя представителями отдельных политических сил. Снова не доверяют работе территориальной избирательной комиссии Мариуполя. Не берёмся. Представляете, смотрите, чего ты хватаешься. Эти же люди в начале предвыборной недели при поддержке мужчин в балаклавах обвиняли оппозиционный блок бывших регионалов в предвыборных фальсификациях и препятствовали работе комиссии. Девочки, отбивайся. Сегодняшний аргумент, якобы неучтённая пачка, которую активисты, ворвавшиеся в типографию, нашли на полу, переходит из рук в руки. Сотрудники типографии просят не портить документы и напоминают. Все подсчёты велись с участием наблюдателей от разных политических партий. Пожалуйста, смотрите, мы всех пускаем. И пускали точно так же и просили, когда уничтожали бюллетни, просили представителей. Прислали, было тут три человека, они зафиксированы на камеру. Из-за скандала бюллетене отказался принимать мариупольские горы с Бирком. Затем из Киева пришла информация. В блоке Петра Порошенко заявили, возможно, выборы в Мариуполе придётся отменить. Такая реакция, по мнению политологов, очередное свидетельство притеснения оппозиции со стороны действующей власти. В Мариуполе у оппозиционного блока один из самых высоких рейтингов по стране. Оппозиционный блок на протяжении всех этих выборов действительно находился в ситуации, когда власть его действительно рассматривает как некую оппозицию себе. Потому что мы имеем социологические данные о том, что разочарование действующим курсом власти действительно возрастает. Даже по различным данным около 50% граждан, многие из них просто считают, что они не хотят идти на выборы, только потому что они считают, что результаты выбора не будут отражать их интересы. За несколько часов до голосования активисты грозились силой не допустить вывоз бюллетеней из типографии и призывали всех неравнодушных жителей Мариуполя им в этом помочь. В это время в здании представители территориальной избирательной комиссии шутили и пели песни. Представители оппозиции в Мариуполе называют происходящее спланированными провокациями, которые характеризуют эти местные выборы на Украине. Еще в начале недели в партии оппозиционный блок предполагали, избирательный процесс в городе может быть сорван.